Многие заводят маленьких собачек потому, что считают их очень привлекательными и используют для разведения и продажи. Хотя эти миниатюрные крохи очень восхитительны, они зачастую очень хрупкие и нездоровые. Собачки размером с чайную чашку, как любят считать их заводчики. Вот почему собаки, подобные этой чихуахуа, по имени Бри, отчаянно нуждаются в любящей заботе ответственных владельцев домашних животных. Когда Клэр с такой заметила фото Бри в интернете, она сразу же решила, что ей нужно дать трясущемуся, недоедающему щенку любовь, которую она заслуживает. Как выяснилось, состояние Бри было хуже, чем поняла Клэр по фото, которое она увидела в сети. Крошечная собака использовалась для разведения, несмотря на ущерб, причиненный ее нежному тельцу. Клэр уже не была уверена, что сможет помочь несчастный Бри. Когда Клэр просматривала новости в соцсети, то увидела фото этого хрупкого и беззащитного создания, которое было чуть больше банки с супом. Крошечная собака была готова к усыновлению, и вскоре Клэр позвонила в спасательную группу, которая разместила фотографию. Она забрала себе чихуахуа, которую назвала Бри. Вскоре Клэр отправилась в 600-мильную поездку в Уэльс, чтобы забрать Бри домой. Когда она приехала, Бри дрожала и цеплялась за приют. В приюте сказали Клэр, что у Бри были рубцы на ногах, а струпи закрывали ей уши. Она использовалась для разведения таких же крошечных чау-чау, и у нее было два помета. Ее крошечному телу пришлось пережить намного больше, чем она могла выдержать. Бри явно страдала от недоедания, и ей скорее всего не хватало еды, когда она жила у прежних владельцев. Она также проводила большую часть своей жизни в темноте, так как ее глаза не могли приспособиться к свету. Клэр сказала, когда я увидела ее, я была в шоке. Она была истощена и сильно дрожала, я задумалась на секунду, могу ли я действительно помочь ей. Она выглядела такой жалкой, и это было очень горько. Но как только Бри была выпущена из переноски, Клэр поняла, что любовь, которую она могла бы предложить крошечной собаке, была бы более чем полезной для ее выздоровления. Клэр сказала, когда я открыла дверцу переноски, она сразу выскочила, забралась по мне и уткнулась в мою шею. Я была ошеломлена и просто сидела, наслаждаясь ощущением ее маленьких вдохов на моей шее. Она заснула, и вскоре мы все задремали на заднем сидении машины. Приехав в свой новый дом, Бри встретилась с другими собаками Клэр, Будикой, Декстером и Веспер. Они стали настоящими друзьями. Клэр заметила, Веспер сразу же отправилась к Бри, словно Бри была ее щенком. Она сразу же села рядом с ней. Бри пошла бы всюду где Веспер, и Веспер позволила бы ей что-нибудь сделать, даже поесть из ее миски. Клэр продолжала, у Веспер даже была фантомная беременность всего через месяц, после того, как я привезла Бри. Ветеринар сказал, что Бри вызвала гормональные всплески у Веспер. И Веспер даже пыталась заставить Бри приложиться к своей груди. Со временем любовь, которую получила Бри, позволила ей стать настоящей личностью. Она делает забавные мелочи, когда хватает свои уши лапками, открывает пасть и очень громко кричит, как шимпанзе, когда мы смеемся, это самая милая вещь, которую я когда-либо видела. У Бри все еще были проблемы со здоровьем, из-за того, что пришлось пережить ее крошечному телу. Но она была слишком счастлива в своем новом доме, ее уже не сильно беспокоила болезнь. Клэр сказала, она ведет себя, как молодой щенок, расхаживает по дому, играет с игрушками, гоняется и раскидывает носки, скользит по полу, таща за собой лапки. Как она пережила две беременности, холод, голод и страх, я понятия не имею, добавила Клэр. Она гораздо сильнее меня, это точно, и это вдохновляет. Бри была одним из самых удачливых Чихуахуа, которая избежала страшной участи. Ее крошечное тело оказалось сильнее от любви и заботы, которую она получала от Клэра и ее новых братьев и сестер. Теперь ничто не сможет помешать Бри стать харизматичной и любящей собакой, которой она родилась. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.